все мои лучшие друзья все из времен мгпу мы выходили на улицу и здесь было здание и на нем было написано значит сначала изначально на нем было написано хороший жизненный план потом кто-то добрался до этой надписи и исправил ее в хороший жизненный капкан вот я всю жизнь возвращаюсь к вот этой фразе и и все свои какие-то жизненные отрезки характеризую либо как хороший жизненный план либо как хороший жизненный капкан вот но вот часть как та часть которой я училась в мгпу это был именно хороший жизненный план в какой-то момент я решила что мне нужно стать педагогическим дизайнером я еще не формулировал это именно так в тот момент я решила что просто надо заниматься исследовательской деятельностью педагогики я стала искать программы и и мне повезло я поступила на факультет педагогического дизайна в колумбийском университете в нью-йорке переехала туда жить закончила там долго лично магистрскую программу по этой специальности и потом осталось и сейчас я работаю в мэрии города нью-йорка педагогическим старшим педагогическим дизайнером и мне это очень нравится вся теоретическая часть которой я занимаюсь как педагогический дизайнер работая в мэрии нью-йорка все все исследования все навыки работы с информацией все навыки чтения научных текстов все навыки вся базовая информация которую я пользуюсь сейчас как профессионал вся и всю ее я выучила здесь какими-то курсами работала и я знала что по этим курсам будет учиться до 100 тысяч человек то есть ответственность которая давила на меня вот этой каменной плитой и держала меня за горло жесткими татуированными пальцами просто 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 парализовала меня на какую-то неделю или две в первые мои рабочие потому что такой ответственности я никогда не чувствовала то что я делаю влияет на миллионы нью-йоркцев я хочу работать в министерстве образования сша чтобы на федеральном уровне воздействовать на на программы которые связаны с онлайн-обучением чтобы чтобы онлайн-обучение стало такого качества такого формата такого потрясающего эффекта достигла что ни один школьник который по каким-либо причинам выбирает онлайн-обучение может быть просто ему нравится онлайн-обучение а может быть он не может ходить в школу чтобы он никогда не чувствовал себя одиноким или что-то недопонимал чтобы каждый школьник и каждый каждый студент получал самое качественное самое потрясающее онлайн и не онлайн образование чтобы это все давало им возможность и такой жизни какой они хотят жить у меня была отличная история я встроилась работать в мире и первую же неделю меня поймала девушка из отдела кадров и сказала зайди ко мне нам нужно с тобой поговорить я начала паниковать я проанализировал свое поведение за первые пять дней на рабочем месте и поняла что это две проблемы скорее всего она ко мне пришла либо с тем что либо я не нравится то что я кладу ноги на стол это моя привычка я ее не исправлю так все будет либо то что я одеваюсь недостаточно профессионально вот но я знаю что в америке все одеваются непрофессионально и в принципе это не было указано в моем контракте и в общем я не знала с чем я иду я подозревал что это одна из вот этих двух проблем прихожу я к ней и она задает мне вопрос ты встречаешься с кем-нибудь ты в отношениях с кем-нибудь к этому я не была не готова выяснилось что на этаже где я работаю коллега мужского пола видел меня заинтересовался мною и хотел назначить мне свидание но поскольку такая профессиональная ну как бы этика он не имеет права вдруг мне будет некомфортно от того что он ко мне подойдет вдруг это он пришел в отдел кадров чтобы отдел кадров спросил у меня хочу ли я пойти на свидание с мужчиной я поздравляю мгпу с 25-летие и я желаю ему развиваться с той же скоростью с которой он развивается сейчас я стою сейчас перед институтом иностранных языков на малом казино переулке и последний раз я была здесь ну лет 7 назад когда я выпускалась и я не узнала это здание и и и люди которые в нем есть они не горят глаза мне кажется чудесное это говорит а об уровне преподавания и уровне вовлеченности студентов и мне кажется что если развиваться дальше такими темпами мы станем лучшим вузом и я искренне мгпу этого желаю